добрый вечер друзья добрый вечер господа мы на канале нтв америка и вы в теле поликлиники сегодня у нас эксперт наш сегодняшний гость это человек который вам хорошо знакома доктор врач высшей медицинской категории терапевт марика черфос hello hello я всегда говорю мне нравится как одна из пациенток марик она говорит hello меня видит всегда где-нибудь в центре мировой цивилизации говорит мне hello я понимаю что у нее все в порядке надеюсь что вы тоже смотрите нас в полном здравии и замечательное настроение хотя тема сегодняшней программы она не очень веселая собственно медицине мало веселого пока тебя не вылечили мы поговорим о жирной печени о том что такое жирная печень почему возникает это состояние печени вообще кстати что такое жирная печень и почему на самом деле она становится жирной почему она становится жирно страна здравствуйте я думаю что мы опять проведем наши качественные 20 минут с чувством с толком с расстановкой но знаете как было кого там было я люблю повеселиться особенно пожрать вот это именно про жирную печень потому что опять же это как бы не болезнь вы знаете это даже как бы ничто не болит ничто не тянет и слава богу и как бы когда начинает болеет весь уже 90 процентов печени ушло и и вот те вещи которые мы так жаждем жаждет себя положить это меняется представьте вот печей наветит говяжья потери найти как красиво ровная хорошая а теперь представьте что у вас вот это вот печень покрыта как бы жиром знаете это который вот идет вот когда вот курицу снимаешь от жир поис потому что сверху все покрыто а третя часть представьте что эта печень онаально вы знаете как авокадо такая кожа вот это стадии как меняется печень с обыкновенный потом идет non-alcoholic fatty liver, то есть это идет как стеатогепатоз, то есть это жировое перерождение. А четвертое, это уже, третье, это уже у нас цирроз. Вы понимаете, почему я говорю? Что когда начинается фиброз, потом идет цирроз, то есть как бы все начинается с малого, все начинается с очень простого. А как бы потом уже идут такие вещи, когда, извините, медицина не может ничем помочь, и надо думать о пересадке. Вот я не хочу, чтобы это было. Я хочу вам сказать, допустим, с чего начинается родина на телеклинике, и что каждый из вас может сделать, несмотря на то, есть иншуранс или нету, хочешь ты ходить к врачу или не хочешь, это вообще дело каждого, страна свободная. Но то, что вы обязаны себе помочь, это не обсуждается. А как это делать, это уже будет в этой телеклинике. От чего печень бывает жирная? От чего? От еды, друзья мои, только все от еды. То есть понимаете, что посеешь, что и пожнешь. Как вы помните, Гиппократ говорил миллиард лет назад, пусть еда будет твоей медициной, а медицина будет твоей едой. Если вы посмотрите конфигурацию печени, это, знаете, соты. И в этих сотах может идти мед, который будет или такой жидкий, текучий, как янтарь, или он будет такой, как сургуч. И вот представьте, как те процессы, которые должны происходить в печени, а печень у нас это главный орган детоксификации, это тот орган, в котором происходит 500 реакций ежеминутно, причем 200 происходит моментально. То есть от 200% идет симултанно, одновременно. И когда где-то что-то идет не так, как надо, или где-то что-то застревает, становится, скажем так, достаточно невесело. Причем это начинается с самого детства. И те вещи, которые мы хотим положить в себя, и считаем, что мы себе помогаем, они порой нас губят. И для того, чтобы этого не было, надо именно делать те шаги, чтобы потом не было больно за бесцельно прожитые годы. А вот что делать? Доктор, мой коллега, Олег Фриш, по чате директора связи с общественностью, вам скажут в деталях. Нет, ну, мой медицинский офис считает, что жирная печень бывает от гормональных нарушений, наверное, от нарушения углеводного обмена. Народ, пожалуйста, простите. Вот, подготовился. И нарушение, собственно, жирового обмена. Все дело в том, что все начинается с инсулина. То есть, как обычно, сладкая. У нас идет вот этот вот инсулин, это тот гормон, который идет именно с поджелудочной, потому что, как вы помните, мы говорим, Ленин, прозумевая партия. То есть, вот это желудочно-кишечные дела, особенно, что касается печени, желчный пузырь, и поджелудочная, они как бы идут в одном дуэте. Поэтому, как только вот то, что мы поели, недостаточно переварено, и инсулин не может это в клетку загнать, это все должно где-то остаться. А поскольку организм умный, он же не знает, когда в следующий раз вы будете кушать. Как вы помните, раньше люди кушали, может быть, там, не то что раз в день, а раз в неделю, потому что когда там буйвола убьешь или там антилопу какую-то загрызешь. То есть, это все же должно было остаться. И вот эта память, вот эта память, она у нас постоянно имеется в организме, потому что имеется... Вот вы помните генеральща травма? Вот эта вот память, которая из поколения идет, вот она у нас идет симпатическая, парасимпатическая нервная система, а вот эта парасимпатическая rest, digest, перевари, detoxify, это все необходимо. И когда человек в стрессе, и он, надо же, кушать, eat, digest, переварить, assimilate, чтобы это все дошло до target organs, и должно это все выйти. Вот когда это все нарушается, не получается того ансамбля, что нам должно давать питательные вещества, чтобы мы должны жить. И эта печень должна все по полочкам, по всем вот этим вот маленьким ячеечкам разложить. И поэтому, когда мало того, что печень меняется, желчь меняется, начинается гормональный дисбаланс, то есть те гормоны, которые превращаются в печень, моего щитовидка, обязательно вам расскажу про щитовидку, феноменальная железа, как и все остальное в нашей жизни. Но когда это все нарушается, начинаются идти те вещи, которые, скажем, они не такие, не дай бог, как нерадикулит, или почечная колика, когда невозможно не обратить внимание, а это, знаете, потихонечку, полигонечку, ну, как бы, когда кот вас слушает, доест, но это все меняется. И я хочу, чтобы вы меня услышали, когда я вам говорю, что вы обязаны прийти раз в год сдать кровь, когда вы обязаны раз в год прийти и сделать синаграмму печени. Вот я сейчас говорю про себя. Понимаете, когда человек в этой жизни должен успеть сделать очень много, должен помочь родителям, должен помочь друзьям, должен помочь детям, должен себя на плаву все это сделать, и не можешь болеть, потому что не можешь. Есть люди, которые просто имеют год-три выходных, и эти три, эти sick days, и если эти sick days используешь, то есть потом уже вообще весь год отдыхаешь. Ну, это ужасно. И поэтому для того, чтобы это сделать, вы должны понять, что все начинается с молодых ногтей. И то, что вы в себя кладете, ладно, в молодости, знаете, много гормонов, клетки работают шикарно, все как бы еще жизнью не загажено, одно дело. Но когда это уже идет тот возраст, когда мозги включаются, думать надо, потому что потом неприятно, нехорошо неприятно. У меня есть вопрос, с которого, собственно, наверное, нужно было начать программу. Как понять человеку, что у него жирная печень? И вторая часть вопроса. Есть ли тесты? Конечно, есть. Какими тестами это можно проверить и зафиксировать? Вы знаете, есть такая вещь, которая называется, вы знаете, вот как вода, вот подмывает замок, который стоит на песке. То есть он же, замок не сразу рушится. Это должна быть какая-то, какая-то часть этой воды, которая заденет, и, знаете, потихонечку, 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 а потом начинается краш, что идет во всех аутоиммунных заболеваниях, потому что печень, которая имеет массу синтетических функций, она как бы этим и знаменита, что она долго терпит. Кроме того, это феноменальный орган, который восстанавливается. Даже если 90% у вас ушло, даже если больше процентов улетело, имеются куперские клетки, которые феноменально регенерируют. Но, понимаете, я не хочу, чтобы вы очнулись, когда уже будет фиброз. То есть, знаете, вот когда кушаешь, допустим, вот ту же печень, знаете, попадается что-то такое, и ты не можешь проживать. Или когда уже имеется цирроз. То есть, когда уже вся физиология пошла вне туда, куда надо, и человек начинает испытывать ту клинику, которая просто его начинает настораживать. Это поздно, друзья, это поздно. Поэтому 718-й, тысячный, миллиардный газеллин раз, я повторяю, вы сдаёте кровь, вы смотрите, что уже идёт. Причём цифры, которые идут, знаете, есть, допустим, к примеру, от 0 до 30. Когда вы даёте анализ, и у вас там 27-28, и в анализе всё пишется, что хорошо, для меня нехорошо, потому что имеется conventional range, имеется functional range. Я очень люблю все эти functional, которые тебя уже начинают готовить к тому, что что-то идёт. От того, что всё написано, что у вас хорошо, и красных цифр на анализе нет, мы об этом не говорим. Обязательно проверять такие вещи, как GGT, чтобы смотреть, есть ли какое-то механическое повреждение. Я сейчас не говорю про алкоголь, я не говорю про лекарства, которые люди берут, им надо, но они тоже, скажем, не фазаны, не рябчики, они тоже могут давать свои повреждения. Обязательно я люблю, я сейчас про себя говорю, обязательно люблю сонограмму, потому что, как бы там ни было, но имеется такая вещь, которая называется голблареслач. Про желчный пузырь обязательно буду говорить, феноменальный орган. Знаете, вроде такой мешочек, вроде там желчь собирается, а-а, всё, что, знаете, такое простое, хорошо непростое. И поэтому, когда вы видите просто картинку, вы понимаете, понимаете, почему я это говорю? Вот, например, Олег Фриш, вот вы видите картинку, что называется, люби меня, но вы же не знаете, или он уставший, или он покушал, какое у него настроение, какое у него самочувствие, или в душе у него фазаны. Какой у него анализ крови. Мы сейчас не про это говорим. Или у него фазаны и рябчики, или у него что-то другое. Понимаете, внешность, она же всегда обманчивая. Вы же знаете, вот фрукты, овощи, порой так красиво всё выглядит, а раз, на вкус солома. Поэтому надо всё смотреть, о чём мы говорим, и вы, вот вы будете это всё решать. Правда, доктор? Спасибо, коллега. Продолжаем. Марика Черфа. Сегодня гостей в программе телеполиклиника на вашем любимом канале НТВ Америка. И мы говорим о жирной печени. Каковы факторы риска при наличии печени жирной? Факторы риска достаточно серьёзные, потому что, понимаете, когда гарбич не может выйти из организма, и когда он начинает накапливаться, начинаются те проблемы, что называются проблемы цивилизации. И понимаете, если вы когда-нибудь пойдёте, или кто-то был уже у китайского, у вот этого Oriental Medicine, которая классная, или Ayurveda Physicians, они все, понимаете, вот есть kidney energy, есть liver energy, то есть у нас 7 органов здесь, 7 органов здесь. И наша печень – это третья почка, наша почка – это вторая печень. Вот если гарбич не выходит, если изменяются три фазы детокса, о которых мы обязательно будем говорить, которые не могут связать токсины, не могут привести в ту форму, которая будет для организма более лёгкая, если даже то, что вы берёте, чтобы себе помочь, не будет давать того результата, будет наоборот организмом восприниматься как яд, и будет просто откладываться, слава богу, себе будет инертная форма, но если это будет какая-то биохимически активная, которая будет идти против вас, вам это тоже не надо. Сколько раз вы принимаете то, что для глаз хорошо, но для организма получается дорогая моча и дорогой кал, это только минусы. Поэтому самое нейтральное для вас, понимаете, допустим, кому-то хорошо, к примеру, петрушка, а вам петрушка нехорошо, значит, вы её не кушаете, вы смотрите, что вам хорошо, потому что биохимически мы все индивидуальны, и вот это one size fits all, он не работает, потому что вы должны знать, что вам хорошо, и если вы это будете делать, будет совершенно всё прекрасно. Сделайте кровь, сделайте мочу, посмотрите под цвет, посмотрите, как она у вас, насколько там пенится, не пенится, чтобы просто вы видели, как идёт количество белка. Она должна пениться? Она не должна ничего. Ну вот, она вообще никому никто ничего не должен в этой жизни. Ну вот, согласна, да, ну спасибо. Плюс посмотрите состояние склеры, вам не надо, что-то было гепатично, было бы жёлтое-жёлтое. Когда она начинает уже мутнеть, более того, чтобы вы знали жёлтые зубы, когда вот вся страна идёт на такую улыбку, что освещаем унитазом, понимаете, то есть всё такая белизна непонятная, то есть это всё тоже печень. Вы даже не можете себе понять, что на печени завязано. Более того, толщина, то есть вот это вот волосы, которые вот все хотят иметь шикарно, вот знаете, как ребята-териент, у них такие волосы, что просто красота, белая зависть. Так вот это вот тоже печень. И когда люди стараются взять что-то, чтобы воткнуть в голову или чтобы сделать такие вещи, которые не будут захватывать орган, который больше всего делает дитак, никаких результатов не будет. Я просто хочу, чтобы вы поняли, что в жизни никаких фокусов нет. И бесплатный только сыр в мышеловке. Если вы собой не займётесь, причём чем раньше, тем лучше, а особенно пока гормональная гроза не грянула, вы увидите, что вы будете пожинать большие-большие результаты успеха. Чем опасна жирная печень и какие осложнения она может вызвать? То, что мы говорили, первое у нас идёт фиброз, у нас идёт цирроз. Как вы понимаете, цирроз уже не особо лечится. Начинаются те проблемы, которые в организме идут совершенно наперекосяк. У нас люди меняются как внешне, так и внутренне. Опять же, имеются разные степени. И это видите по тому, как поднимаются анализы крови. Я абсолютно не хочу вам сказать, что нужна пересадка печени, но чтобы вы, знаете, такая вещь называется факт-чек. Если вы просто посмотрите, какая очередь людей, чтобы пересадить почку, допустим, не дай бог, не дай бог, не дай бог, вы решили пересадить. И вы решили, всё, я иду, я делаю, чтобы всё было нормально. Но-но-но-но-но-но. Вы должны будете ждать хорошее время. И дождётесь вы этого, никто не знает. Более того, вы понимаете, что имеются всевозможные вирусы, даже те же, которые цветут в печени, особенно, что называется, гепатитом Си. А лекарства прекрасные, время duration of therapy идёт 3 месяца. То есть представьте, сколько тока на лекарства. Мы не говорим про дом, про шаппинг, мы не говорим про рент, про mortgage, whatever it is. Мы говорим только про то, что только за лекарства заплатить 21 тысячу. Но если вы, как бы, займётесь собой с молодых ногтей, если вы сделаете кровь, проверите себя от А до Я, север, юг, запад, восток, что я обожаю делать, тогда вы увидите, насколько вы будете спать спокойно. И кто бы что ни сказал, кто бы что ни посоветовал, это у вас пройдёт стороной. Мне бы хотелось разобраться в двух понятиях. Я готовился, читал. Первое понятие – это жировая болезнь печени. Второе понятие – это жировая дистрофия печени. То же самое. Масло-масляное. То есть это можно назвать всё как угодно. Факт то, что, понимаете, в принципе, Лысин, в принципе, идея-то хорошая, то есть организм старается нам помочь на случай, если, допустим, вдруг кто-то заснёт надолго. Или вдруг кто-то уедет куда-то, и еды не будет. Или вдруг будет какая-то ситуация, не дай бог, такая, как идёт у людей, когда какие-то действия совершенно безумно стрессовые, как война или какое-то землетрясение или наводнение, и еды не будет. У нас будет такое количество гликогена, то есть то, что в печени сохраняется, что нам о еде думать не надо. Где-то 7-10 дней в принципе человек может прожить. То есть это не вода, но человек как бы может от голода не умереть. То есть идея – это сама хорошая, но вот как человек, то есть, понимаете, человек каждый же день кушает, причём он кушает кто 4, кто 5, кто 6, кто 25 раз в день. И поэтому эта бедная печень это вынести не может. Вы же понимаете, что, конечно, кушать хочется, и, конечно, магазины вкусные, и, конечно, всевозможные варианты того, что можно положить в рот, существуют и будут существовать. За что им большое спасибо, потому что депрессия уходит. Но чтобы вы знали, все к еде относятся больше, чем к питательной части. То есть никто не думает о аминокислотах, все думают больше об этом варианте, потому что все депрессы, а мы говорили про травмы, что делать. И если человек успокаивается, совершенно себя чувствует по-другому. Я знаю миллионы людей, сейчас говорю про свою практику, которые голодали, которые говорят, такое чувство легкости, полета и наслаждения я просто не помню. Поэтому, конечно, хочется покушать, конечно, хочется пойти аут. И никто вам не говорит, этого не делать. Но просто делайте это с умом так, чтобы наша любимая, родная, дорогая печень вам сказала спасибо, а не как бы на вас хмурилась, и вы начинали чувствовать те симптомы, которые будут вам показывать, что что-то здесь не то. И надо бы мне подумать. Монолог Марика Черфа с телеполиклиникой каждые две недели. Дело все в том, что я совершенно откровенно говорю, я стараюсь отвечать на те вопросы, которые мне в офисе задаются не так, не так, а вот так. И одно и то же говорить, я знаю, что меня смотрят сейчас те люди, которые я просила, чтобы они меня послушали, чтобы они, друзья и семья, потому что, когда приходят анализы, одно и то же повторить, просто уже мозоль на языке. Поэтому я хочу, чтобы вы это все передали. Плюс я уверена, что вы уже получили все знаки добра. Я уверена, что все получаете свет. Я очень хочу, чтобы вы расслабились, чтобы то, что было eat, digest, assimilate, eliminate, что вы покушали, переварили, ассимилировали и выделили, чтобы это у вас все работало. Если это будет, я вам отвечаю, не 90, а 99% болезней в вашей жизни не будет. Если это нарушено, вот, ну, 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 это будет очень печально. Ну, хорошо, есть какие-то меры профилактики? Конечно. Какие прогнозы нам дает медицина в лице Марики Черфас вот по заболеваниям печени? Чтобы вы знали, в моем лице вы всегда будете чувствовать и делать те вещи, которые будут приносить вам радость. Я глубоко верю, что стакан надо оценивать, потому что он полуполный, а не полупустой. Потому что то, во что вы верите, то у вас и будет. И это абсолютно однозначно, потому что power of mind и power of belief, сила веры, она ферическая, поэтому пластыба дает такие феноменальные результаты. Но это называется на Бога, надеюсь, и сам не плашай. Миллионный раз, миллиардный раз обязаны сдать анализ крови обязательно. Обязаны. Я сейчас говорю то, что я делаю для своих. Я всех просматриваю так, чтобы, знаете, никогда никто бы не волновался, потому что новости будут медицинские, со всех каналов официальных, неофициальных идти постоянно, потому что the best is yet to come. И для того, чтобы вы реагировали правильно и не пугались, и знали, что у вас все хорошо, что хотя бы на год я могу вам дать то время, у меня это как бы год идет, я на год сделала и потом на год отпускаю, и что я могу вам дать гарантию, что у вас все нормально, и вы получаете все это в руки, вы спите спокойно, потому что самое большое напряжение человека, когда есть неуверенность, когда вы не знаете, начинайте сами себе ставить диагнозы, а никто, кроме а у меня рак, нет, а у меня цирроз, нет, а у меня как адресовид, нет, то есть, понимаете, никто же не сказал, ну там переел, там что-то легенькое, у всех сразу же тяжелая артиллерия. Две минуты осталось, и в течение этих двух серебряных минут мы узнаем у у медицины 21 века в лице Марии Качерпас о способах лечения жирной печени. Первое, что, знаете, вот там обязательно вот как бы plant-based lifestyle, то есть, если вы действительно хотите себе помочь, ни мясом, ни курицей, ни рыбой, ни яйцами, ни молочными, вы себе не поможете. Значит, вот это вот ABC идет как Apple. Вы помните, было такое, Apple a day keeps a doctor away. Значит, яблоко, оно феноменально разжижает желчь, то есть, как бы дороги у нас highway, трафик уходит, все раскрывается и становится лучше. Соки, биц, морковка, celery, редиска, то, что горечи, dandelion, обязательно вот травки, которые помогают, я люблю все эти сборы печеночные, конечно, там гомеопатия само собой идет. Мы обязательно будем говорить о detox, потому что это время, когда вы должны отпустить печень немножечко отдохнуть, причем время может быть совершенно разное, но пользы будет вот столько. Плюс обязательно, обязательно, обязательно вы должны следить за тем, чтобы было бы выход. Если я, допустим, печень не сильно переварила, обязательно, чтобы немножко помочь почкам. Если не, чтобы это кишечник проработать, если нет, вы пропотеете. Обязательно отдыхать, обязательно вы должны выключать мозг. Кто хочет, как наслаждается, как убирается стресс? Кто-то смотрит телеклинику, таких много, мы знаем, миллиарды. Ха-ха, шутка. Кто-то, допустим, музыка, кто-то вяжет, кто-то крестиком вышивает, кто-то головой о стену бьется. Если вам это помогает, пожалуйста. Но как вы помните, вот эти космические знаки, то, что будете благодарить, называется earthsing, вы заземляетесь, имеется водоем, леса имеется, вот это называется tree forest, вот это вот forest bathing, где вы идете в лес, и вот эти фитонциды, вот эти все вот вещи, которые мы вдыхаем, информацию идут в голову, что вы должны обязательно успокоиться. Вы даже не представляете, сколько вы можете все сделать и бесплатно. Кроме того, не забывайте, что идет время, когда открываются фармы, и будет еда как бы с меньшим количеством пестицидов, удобрений, которые нам не нужны, глифосаты, то есть та вещь, которая поможет вам чувствовать себя намного лучше, здоровее, спокойней и уверенней, чтобы вы никогда ничего не боялись. Это безумно важно. 15 секунд досталось. Лучший прогноз при жирной печени и худший прогноз при жирной печени. Все очень просто. Лучше вы выскочили, и вас все это пронесло. Немножечко более неприятно этот цирроз, можете достаточно долго, а самый худший, это называется поздно вас запить боржоми, когда почки отказали. Это все из этой оперы. Поэтому, чтобы этого не было, начинайте это делать прямо сейчас, и вы увидите, как вам станет легче, вам станет лучше, потому что, помните, когда человек такой злой, язвенный, такой желчный, это печень, когда он не верен в себе. Это печень, не можешь принять решение. Это печень. Тут столько всего завязано и эзотерического, и физического, что если вы этим не займетесь, будете хорошо в недоумении. А мы хотим наоборот, чтобы была дружба, чтобы было солнце, чтобы была хорошая энергия, и чтобы вы имели силы включать телевизор каждые две недели и смотреть телеклинику со мной и с директором по связи с общественностью, дорогим Олегом Фришем. Ну вот на этой оптимистической ноте мы прощаемся с главврачом поликлининга Марик Ачерфас до следующего раза. А мы с вами встречаемся на канале НТВ Америка в следующую среду, ровно через неделю. Хорошего вечера, господа. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok